У Трампа опять проблемы с Твиттером. Его недавнюю запись о том, что он излечился от коронавируса, сервис пометил как вводит в заблуждение. В компании отметили, что сообщение Трампа нарушает правила Твиттер по распространению ложной и потенциально вредной информации, связанной с COVID-19. В компании выборов мэра города Портленд в штате Орегон, США, лидирует левый кандидат Сара Иоанна Роне. Недавний опрос дал ей 41% против 30% у действующего мэра Теда Уиллера. Напомним, в Портленде проходили одни из самых массовых протестов движения Black Lives Matter против убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. 26-летний левый активист Сон Уул, член коммунистической марксистской партии Индии, был убит, сообщает интернет-паблик maoism.ru. Сон Уул и трех его товарищей атаковали, когда они возвращались с раздачей еды, организованной молодежным крылом КПМ. По заявлению самой коммунистической партии, за нападение ответственна группа ультраправых националистов. 25 октября на Украине пройдут выборы в местные парламенты. По предварительным соцопросам лидируют «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа». Ни одна из хотя бы условных левых партий и блоков не участвует в выборах. Напомним, в стране действует запрет на коммунистическую символику и идеологию. Закон устанавливает уголовную ответственность для лиц, открыто выражающих коммунистические взгляды и отрицающих «преступления коммунистического тоталитарного режима». Кавычки закрываются. В частности, публичное исполнение группы людей «Интернационала» наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества. При этом, по прогнозам Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины сократится на 8,2%. По данным Нацбанка, по самому оптимистичному варианту пострадают такие отрасли, как сельское хозяйство на 7,8%, промышленность на 3,3%, торговля и ремонтные услуги на 6,4% и транспорт на 11,2%. При этом, по данным ЮНИСЕФ, более 6 миллионов человек окажутся за чертой бедности. Влияние кризиса на детей будет еще более ощутимым. Бедность в этой социальной группе вырастет с 33 до 51%. То есть, нынешние расчеты ЮНИСЕФ предполагают, что трудное финансовое положение ожидают каждую вторую семью с детьми. В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня. Напомним, 10 октября в Москве состоялась встреча между Министерствами иностранных дел Армении и Азербайджана. Была достигнута договоренность о временном перемирии. Но чуть позже президент Азербайджана Эльхам Алиев заявил «Мы идем до конца. Мы не остановились. Наша цель остается неизменной – восстановление целостности Азербайджана, признанной всем мировым сообществом, и возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания», подчеркнул глава государства. В выходные президент Беларуси Лукашенко встретился с представителями оппозиции в СИЗО. В течение пяти часов обсуждался вопрос о конституционной реформе. В частности, вопрос о передаче части президентских полномочий другим органам власти. В СМИ обсуждают разные версии о причинах этой странной встречи с оппозицией. Одни считают, что Лукашенко таким образом хочет сбить градус уличного протеста, показав свою готовность к диалогу. Другие полагают, что Лукашенко приступил к реализации транзита власти, который он согласовал с Кремлем. Мол, в рамках этого плана Лукашенко проводит конституционную реформу и объявляет досрочные президентские выборы, где должен победить в меру оппозиционный, но пророссийский кандидат. Именно новый президент, по этой версии, должен осуществить ряд важных для Путина экономических реформ. Передачу под контроль российской олигархии и ряда государственных стратегических предприятий. Остается открытым вопрос, поглотит ли такой сценарий белорусское общество. Алчность Владимира Потанина не знает границ. На днях Росприроднадзор опубликовал чеки, предоставленные ему норильским никелем, на три спиннинга, шесть блесен, набор пивных кружек Мюнхен, несколько бокалов, две лески, катушки безинерционные, а также на несколько тысяч пластмассовых пакетов, чтобы в ведомстве учли это как средство, потраченное на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3 при взыскании штрафа. При этом компания продолжает настаивать. Сумма ущерба, насчитанная рост природнадзором должна быть уменьшена со 148 миллиардов до 21. А из последней суммы необходимо вычесть стоимость пивных кружек и лесок. Напомним, Владимир Потанин занимает первое место в российском списке Forbes. Его состояние на 2020 год оценивается в 19 миллиардов 700 миллионов долларов. Пензенский районный суд оштрафовал собственника предприятия на 50 тысяч рублей за смерть работницы. По данным следствия, вечером 29 мая в Пензенском районе женщина 66 года рождения, заведующая склада на предприятие, присутствовала при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Руководитель организации допустил ее к работе без обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, нарушив нормы и правила по предотвращению производственного травматизма. В итоге на женщину обрушился вилочный погрузчик, полный картофеля. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. В ходе следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд ходатайства удовлетворил, уголовное дело прекратили. Генеральному директору управляющей компании назначат судебный штраф в размере 50 тысяч рублей. Примерно столько стоит жизнь обслуживающего персонала в России. Это видео подготовил Даниил Тишкун, озвучила Евгения Родионова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok